Всем привет! В сегодняшнем ролике мы будем говорить о том, нормально ли такая ситуация, когда вам сделали операцию на коленном суставе, в частности вам поставили протез на коленный сустав, но после операции у вас болит не только коленный сустав, но у вас еще болит, допустим, голеностоп, либо у вас еще болит бедренный сустав, то есть казалось бы, почему сделали операцию на коленном суставе, но при этом болит другой сустав, который, казалось бы, отношения к операции никакого не имеет. Да, это нормальная ситуация, более того, это ситуация, которая встречается довольно часто, когда пациент после операции, очень часто после протезирования на колено, пациент через какое-то время начинает жаловаться, что у него болит голеностопный сустав, либо у него начинает болеть бедренный сустав. Существует несколько причин, несколько причин этой ситуации, и да, это нормально. Дело в том, что когда вам делают операцию на колено, когда вам ставят протез в колено, то это здесь следует, наверное, еще понимать, что протезирование это очень инвазивная операция, и это большая операция. Когда ставят протез, то врач не просто гладит вас немного по колену, там делает какие-то манипуляции, очень мягко, очень нежно. Нет, на самом деле происходит все не так. На самом деле это, это, как сказать, врач прикладывает довольно много силы во время операции, да, то есть он раскрывает ногу, то есть разрезают, раскрывают ногу, отпиливают, да, потом начинают, начинают вставлять протез, так вот, насаживать протез на кость, так вот, в момент, когда врач все это делает, то это является большим шоком для вашей ноги, большим шоком вообще для всего вашего организма. И поэтому есть такой момент амортизации шока во время операции, то есть когда врач, предположим, насаживает протез на вашу кость, то он это должен сделать с какой-то силой, так вот, когда он прикладывает силу, да, там, постукивает молотком, там, начинает все это, все это делать, то идет амортизация на ниже, либо выше лежащий сустав. Именно по этой причине, то есть вот этот амортизационный шок, он может осесть либо в голеностопном суставе, либо в бедренном суставе. Также, кстати, часто встречается такая ситуация, что может болеть и спина, то есть вот этот амортизационный шок, он во время операции, то есть оперирует колено, но от вот этого, от физического прикладывания силы, вот этот амортизационный шок поднимается выше, в бедренный, либо также в позвоночные суставы. Поэтому да, это нормально, что через какое-то время вы начинаете чувствовать боль в этих суставах. Особенно это происходит через, часто через некоторое время после операции, так как после операции основная и сильная боль вы чувствуете в коленном суставе, да, если прооперировано колено, то болит колено, так как это очень сильная боль. И наш организм, он воспринимает самую, всегда только самую сильную боль. Но когда колено начинает немножко успокаиваться, немножко заживать, подживать, то тогда уже начинают выходить другие боли, которые они, на самом деле, они присутствовали, и после операции тоже сразу, просто вы их не чувствовали. Поэтому через какое-то время после операции, когда колено ваше начинает заживать, восстанавливаться, вы начинаете чувствовать боль в других местах. В частности, в голеностопном суставе зачастую, либо в бедренном суставе. Другой вопрос, вернее, другая даже причина, я открою, немного жарко стало мне, Другая причина, почему вы можете чувствовать боль в низ лежащих, либо в вышележащих суставах, это то, что, допустим, представьте, у вас был артроз. Как правило, протезирование делают, когда сустав изношен, обычно даже ждут какое-то время с запасом, чтобы удостовериться, что ничего сделать нельзя, что вам поможет только протез. Так вот, вот это все время, пока у вас артроз, у вас происходит разрушение сустава, у вас нарушается целостность вашей ноги, так как ногу всегда нужно рассматривать как общий механизм. То есть нога, это не только колено, это несколько суставов, это три основных сустава, да, это голеностоп, колено и бедро. Так вот, когда у нас артроз, когда у человека артроз, когда сустав разрушается, то разрушается не только целостность коленного сустава, разрушается целостность всей ноги как механизма. И это дает такие отголосок, если хотите, да, так можно назвать, то есть отголосок на другие суставы тоже. То есть разрушается коленный сустав, но нога адаптируется под сложившуюся, да, ситуацию, там, которая наблюдается под механику и приспосабливается, то есть низ лежащий голеностоп, выше лежащие бедро начинают приспосабливаться к новому положению всей вашей ноги. Поэтому, когда вам сделали операцию, вам заменили коленный сустав, вам выровняли, можно сказать, механику в коленном суставе, но бедро и голеностоп, они ведь уже приспособились к той ситуации, которая была до операции, да, к той механике, которая сложилась до операции. Поэтому все хорошо, замечательно, врач вам поставил сустав, он исправил механику в коленном суставе, но общая механика, чтобы исправилась вся нога, то есть механика, целостность всей ноги, опять же требуется какое-то время. Поэтому ваше тело, ваша нога начинает приспосабливаться к новому суставу коленному и начинаются, то есть какие-то выравнивания, боли, побаливания и так далее. И еще здесь такой подвопрос, который также часто возникает у меня на канале, почему, когда прооперировали одну ногу, начинает болеть другая нога, казалось бы, здоровая нога, что ей не хватает, да, почему она начинает болеть? Ответ очень простой, по той причине, что здоровая нога часто, очень часто, после операции берет на себя основную нагрузку вообще по работе, то есть раньше у вас работало две ноги, да, там, пусть даже было больно, некомфортно, но вторая нога тоже работала в какой-то мере. Тогда как после операции в основном вся нагрузка приходится на здоровую ногу. И даже если никаких проблем и не было до операции в здоровой ноге, то после операции очень часто возникает такая ситуация, когда здоровая нога начинает болеть. То есть она не справляется с нагрузкой, которую мы ей задаем. То есть она фактически должна работать за себя и плюс за вторую ногу. Поэтому да, это нормально также ситуация, когда после операции вы начинаете через какое-то время чувствовать боль во второй в здоровой ноге. С восстановлением, опять же, с укреплением прооперированной либо больной ноги все должно встать на свое место. Да, то есть нагрузка, опять же, должна распределиться между двумя ногами и все должно вернуться в нормальное состояние. То есть когда вторая больная оперированная нога начнет работать так, как она должна работать, она снимет нагрузку, опять же, со здоровой ноги и боль в здоровой ноге должна пройти. Если у вас остались вопросы, комментарии, пожелания, пишите под данным роликом. Прощаюсь с вами. До следующих роликов. Всем пока!